МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Сделать жизнь лучше. В Чуваши отметили день местного самоуправления. Где деньги? 100 сотрудников предприятия не получают зарплату более двух месяцев. Наука в помощь наркополицейским. В Чувашском госуниверситете прошла всероссийская конференция по пресечению наркопреступлений. Еще в 19 веке реформа Александра II положила начало развитию местного самоуправления в дореволюционной России. Ну а в 2012 указом президента страны Владимира Путина в календаре праздников появилась новая дата – День местного самоуправления. Отмечают его 21 апреля. В столице Чувашии торжественные собрания провели на несколько дней раньше. Местные проблемы должны решаться на местном уровне. Федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации приняли в 2003 году. Среди шести регионов Приволжского федерального округа наша республика первая начала реализовывать его в полном объеме. Из всех уровней власти органы местного самоуправления, хотя вы знаете, я еще раз это хочу подчеркнуть, находятся ближе всех к людям. Органы местного самоуправления занимаются вопросами местного значения и их решения. От способности местной власти принимать действенные меры во многом зависит социальное самочувствие граждан и их оценка эффективности деятельности всех органов власти в целом. Поэтому работа команды муниципального образования каждого муниципального служащего требует большой ответственности высоких деловых и личностных качеств. В 2014 году в законодательстве о местном самоуправлении произошел ряд перемен. 136 и 165 федеральные законы позволили совместно с республиканскими органами самостоятельно формировать органы местного самоуправления по оптимальной модели. Региональные власти получили возможность перераспределять некоторые полнометия между субъектом и муниципалитетами. Одновременно увеличилась ответственность регионов за согласованное и продуктивное взаимодействие с муниципалитетами. Населенных пунктов много и проблем, в том числе схожих, тоже хватает. Недостаток врачей, сложности с оформлением земельных участков. В этом году на местную власть легли непопулярные меры по сбору средств на капитальный ремонт многоквартирных домов. Однако положительных результатов все же больше. Строятся детские сады и школы, открываются спорткомплексы и фельдшерско-акушерские пункты. За последние три года Новочебоксар, Скалат и Реканаж стали участниками программы поддержки моногородов. К органам местного самоуправления население обращается с самыми насущными проблемами. Если их получается решать, значит система работает. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. В выборном законодательстве новые изменения. Не успели мы в прошлом году договориться, как выбирать глав поселений и муниципалитетов, всенародно или из числа депутатов, как российские законодатели предложили новую, третью модель. О чем идет речь и насколько она жизнеспособна, обсуждали за круглым столом депутаты Госсовета Чувашии и главы муниципальных образований. Суть поправки. Наряду со всенародными выборами главы, выборами главы из состава депутатов, предлагается и третий способ выбора главы на конкурсной основе, подобно тому, как выбирают сити-менеджеров. Это уже не первое изменение в законе, а восьмое, всего-то за полгода. Корректировать законотворчество на местах в таком темпе сложно, но приходится. В органах власти уверены, опираться надо на мнение самих глав. Вы на местах выполняете те полномочия, которые возложены на уровень районов и поселений. И вы лучше других знаете, вот каким образом все это надо исполнять, в каких условиях взаимоотношения лучше выстраивать. Главы муниципалитетов, а за круглым столом собрались опытные управленцы с большим стажем, единодушно высказались в поддержку третьей модели. На конкурсной основе уже несколько лет выбирают сити-менеджеров городов. Не секрет, что всенародные выборы главпоселений провести довольно сложно. Не хватает достойных кандидатов. Доказательства из всех победителей прошлых выборов 69 уже не работают по разным причинам. Главы тоже бывают неадекватные. Почувствовали власть, например, на 5 лет. И вот 5 лет он должен просидеть. Это раз. И второй пункт, я хочу сказать, вот у нас за 5 лет, последние 5 лет, главы, 4 главы поменялось у нас. И вот до сих пор у нас нет главы, исполняющей обязанности. И затрачены деньги, силы и, самое главное, доверие избирателей, доверие сельского поселения. Подчас сложно складываются отношения между главами поселения и главами районных администраций. Иногда ситуация доходит до абсурда. Поседовал Николай Глухов, успевший поработать и на посту главы района, и на посту руководителя Батревской администрации. И привел отрывок из своей служебной переписки. На основании изложенного, в силу действия законодательства Российской Федерации, вам мне предоставлено право обращаться подобными указаниями в наш адрес. И прошу впредь воздержаться от направления в наш адрес писем подобного характера. В противном случае будем обращаться в прокуратуру. Наша глава поселения сегодня будет обращаться в прокуратуру против главы администрации района из-за того, что я у него попросил предоставить мне сведения по учету жилья данным сельским поселениям. Потому что, в соответствии с изменением федерального закона, сейчас это возможно в учет вести нам. По мнению всех участников круглого стола, выборы на конкурсной основе уравняют в правах глав муниципальных образований и глав администраций. Повысит их ответственность. Иными словами, и лебеди, и раки, и щуки перестанут тянуть воз в разные стороны, что благоприятно отразится на работе в целом. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Возможно, такая модель в будущем позволит избежать кадровой чахарды, увеличить ответственность глав местного самоуправления и снизить количество проблем у жителей муниципалитетов, таких как Шумерля, например. Город по-прежнему остается проблемным. Вопросы коммунального хозяйства, ветхого жилья и систем жизнеобеспечения города не решены, либо решаются слишком медленно. Об итогах рабочей поездки Михаила Игнатьева и решения ряда проблем городского хозяйства в нашем репортаже. Визит Михаила Игнатьева в Шумерлю начался с проблемного объекта жизнеобеспечения, городских водопроводных и канализационных очистных сооружений. По словам директора Шумерлинского водоканала Марата Хусеинова, предприятием было закуплено современное лабораторное оборудование более чем на 500 тысяч рублей. Новые технологические возможности позволяют проводить более точные анализы соответствия с актуальными санитарными нормами, что подтвердило начальник лаборатории Марина Трынова. Работа по расширению лаборатории будет проводиться и в дальнейшем. Но остается открытым вопрос об основных рабочих мощностях очистных сооружений ремонте зданий водоканала. Больше половины оборудования сегодня изношено до критической отметки. Ремонт предприятия не производился с 1989 года. Необходимо ускорить работы по освоению инвестиционной программы модернизации предприятия как стратегического объекта города с перспективой на 20-30 лет, отметил Михаил Игнатьев. В администрации города Шумерля Михаил Игнатьев провел рабочее заседание с участием депутатов городского собрания и почетными жителями города. В этом году уже второй объезд. Встречаемся в разных форматах. Встречаемся с депутатами городских и сельских собраний депутатов с одной единственной целью, чтобы обсудить вопросы обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в этом непростом 2015 году. Глава республики отметил, что в соответствии с государственными программами работа проводится, но по-прежнему насущными вопросами в управлении городом остаются проблемы жилищно-коммунального хозяйства и решение вопроса дорог. Правительство столько раз уже помогало Шумерле реструктуризировать долги за газ. Какие-то вопросы сняты с повестки дня, но нельзя все решить за чиновников. Люди ждут реальных действий от городских властей. Решение некоторых проблем пущено на самотек. Проблемы в городе остаются, отметил Михаил Игнатьев. Город не ищет путей пополнения доходной части бюджета. Не обошли стороной вопрос переселения горожан из ветхого и аварийного жилья, затянувшегося по вине подрядчика. В 2014 году город не выполнил годовое плановое значение по вводу в эксплуатацию жилых площадей. Результаты составили 85% от плановых показателей, отметил в своем выступлении министр строительства Олег Марков. Предстоящему празднованию 70-летия Победы глава Чувашии вручил юбилейные медали участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, жителям города Шумерля. Михаил Игнатьев поблагодарил ветеранов за совершенный ими в годы войны подвиг и пожелал долгих лет жизни. Александр Гаврилов, Евгений Анисимов, Республика. По данным Росстата, только за март задолженность по заработной плате в стране выросла на 2,5%. В Чувашии задолженность составляет более 29 миллионов рублей. В черном списке 18 предприятий. 100 человек, которые долгое время не получают вознаграждение за труд, работают на предприятии инженерный центр, который расположен в Чебоксарах на улице Гайдара. Вместе с сотрудниками прокуратуры на предприятие побывала и наша съемочная группа. Это предприятие переехало на улицу Гайдара в Калининском районе столицы Чувашии совсем недавно. Ранее оно было прописано в Ленинском районе. Практически сразу после смены юридического адреса в прокуратуру стали поступать сигналы, что работники не получают зарплату. Но все попытки лично у руководства предприятия выяснить причины невыплаты не увенчались успехом. Двери закрыты, на звонки никто не реагирует. Поступила информация о последующем обращении граждан от организации ООО инженерный центр о том, что в данной организации задерживается зарплатная плата. Была проведена проверка и доводы обращений и информации нашло свое подтверждение. Прокуратура возбудила административное производство. Наложили штраф на организацию, внесли представление об устранении нарушений. Неоднократно указывали о том, что вся задолженность связана с тяжелым финансовым положением, у них имеются проблемы с услугами, которые они предоставляют. Однако это не является основанием для того, чтобы задерживать зарплату работникам. Работодатель должен сам решать данную проблему. Будем надеяться, что она решит в скором времени. Сейчас в прокуратуре дают оценку действиям руководства предприятия. Возможно, будет возбуждено уголовное дело по факту образования задержки заработной платы более двух месяцев. Татьяна Молокова, Николай Яковлев, Республика. Страшные преступления буквально всколыхнуло интернет. Юный чебоксарец ночью зарезал спящего младшего брата. Какие мотивы двигали 16-летним убийцей, выяснит следствие. Поверьте, следствие, в ночь с 15 на 16 апреля в городе Чебоксара подозреваемый, находясь у себя дома, нанес ножевое ранение своему 9-летнему брату, который от полученной травмы скончался на месте происшествия. Их родители в этот момент спали в другой комнате. Тело убитого обнаружил его отец, проснувшись утром. В настоящее время подозреваемый задержан решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следователи продолжают работать на месте происшествия, изъято предполагаемое орудие убийства, а также иные предметы, имеющие значение для следствия и установления мотивов совершенного преступления. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначен ряд судебных экспертиз. В ходе следствия в отношении подозреваемого с целью установления его вменяемости или не обвиняемости в момент совершения инкриминируемого ему деяния назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Управление госнаркоконтроля Чуваши и Чувашский государственный университет провели всероссийскую практическую конференцию, посвященную предупреждению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Какие вопросы были подняты, узнавала наша съемочная группа. Три направления деятельности в сфере пресечения наркопреступлений и широкий круг поставленных задач. Так можно сказать о конференции, которая прошла в столице республики впервые. Сложилась хорошая система взаимодействия правоохранительных органов, образовательных учреждений и обстановка находится под контролем. Соответственно, нам есть чем поделиться с коллегами из других регионов Российской Федерации. А коллег собралось немало. В Чебоксары приехали около 500 научных сотрудников и ведущих специалистов этой области из Москвы, Йошкаралы, Казани, Нижнего Новгорода и других городов, чтобы поделиться полученными знаниями и применить их на практике. В заседаниях приняли участие студенты вуза. И на этом форуме мы будем рассматривать круг вот этих аспектов. И наверняка предложим целый ряд вариантов законодательных в том числе рекомендации для практики, учет которых вполне может усилить значимость уголовного законодательства судебной практики, реализующей это законодательство. Проблема распространения и употребления различных наркотических средств стоит наиболее остро. Как отметил заместитель руководителя аппарата Государственного антинаркотического комитета Сергей Васильев, по сравнению с прошлым годом увеличилось количество совершаемых правонарушений, но ее уровень раскрываемости преступлений вырос. Мы считаем, что на республиканском уровне удалось консолидировать усилия основных антинаркотических институтов гражданского общества, реализуются стратегии государственной антинаркотической политики. По мнению участников конференции она даст результат. Совместными усилиями научных работников и государственных ведомств найти нужное решение проблем по борьбе с наркотиками. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Что такое пожар знает абсолютно каждый человек и как его предотвратить тоже. Тем не менее, как только сходит снег, резко возрастает количество возгораний. Сейчас в восточной части России вовсю полыхают жилые поселки, степи и леса. Есть погибшие и пострадавшие. Во многом причина бедствия людская халатность. Как избежать трагедии? Этот вопрос обсуждался на пресс-конференции МЧС Чувашии. За окном потеплело, пришла весна, а вместе с ней в республике начались пожары. И если поводок в Чувашии прошел незаметно, то возгораний уже больше сотни. А на тушение сухой травы пожарные расчеты выезжали уже 32 раза. Но трава сама не загорается. Все это дело рук человека. Люди сами наносят вред и себе, и природе, сжигая так называемый сухостой. Конечно, от него можно избавляться, но строго соблюдает технику безопасности. Правила говорят выжигать не ближе 50 метров от ближайшего объекта. Площадка должна быть очищена в радиусе 25-30 метров вокруг. Дальше по краям вот этого радиуса очищенного должна быть минерализованная полоса. Ну это то есть когда перекапывается земля для того, чтобы сверху находилась не что-то там сухая подстилка, которую сгрести невозможно, а чтобы была вывернута наизнанку земля и лежала уже какая-то вот она влажная, сырая, но не горючая по крайней мере. И ширина этой полосы должна быть не менее метр сорок. Помимо этого на улице должна стоять безветренная погода, чтобы искры и угли не перекинулись на предметы. Не соблюдающих пожарную безопасность ждет наказание, штрафы. Так, гражданам придется отдать от тысячи до полутора тысяч своих кровных. Должностным лицам от 6 до 15 тысяч. Самый крупный штраф затушения ждет юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. А если на территории республики будет введен особый противопожарный режим, размеры штрафов вырастут вдвое. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. Состояние городских дорог весной возмущает многих и автомобилистов, и пешеходов. Специалисты утверждают, что в сезон перепадов температуры разрушение магистрали происходит из-за грузового транспорта. Вот уже много лет администрация столицы республики вводит ограничения на въезд в Чебоксары грузовых автомобилей. А те, что въезжают, должны платить. Недавно активисты Общероссийского народного фронта получили информацию от представителей Ассоциации автомобилистов о том, что пункты весового контроля в вечернее и ночное время не работают. А груженные машины беспрепятственно проезжают в город. 8 апреля члены штаба ОНФ провели первый рейд, во время которого выявили множество нарушений. А минувшей ночью проверяли, как их устранили. Транспорт большой грузоподъемностью свободно въезжает в город, выезжает из города и никто на это не обращает внимания. Мы обратились с письмом в администрацию города. Прошло вот уже порядка 5-6 дней, но должных выводов не сделали. Прошу обратить особое внимание, что охранник или сторож, как угодно можно его назвать, находится в личном авто. На руках у него нет никаких документов, потому что он является охранником. Охраняет пост весового контроля, транспорт проходит свободно. По опыту прошлых лет транзитного транспорта, который въезжает в столицу республики, в сезон поступало в доход города порядка 7 миллионов. С учетом того, что вечером пункты весового контроля не работают, бюджет не получает серьезную сумму, которая может быть направлена и на ремонт разрушенных дорог. Как идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на Эгерском бульваре? Успеют ли подрядчики сдать объект в срок? Сегодня строительную площадку посетили представители администрации города, активисты ТОСов Калининского района и наша съемочная группа. «Видим, что сейчас работы идут по плану, деньги выделены, конкурс проведен, экономия есть и в общем-то у нас уже сейчас какие-то есть планы. Здесь есть дополнительные площади, где можно уличные спортивные площадки сделать и для такого густонаселенного микрорайона это будет замечательное место для занятий спортом». Срок сдачи этого физкультурно-оздоровительного комплекса намечен на конец ноября 2015 года. Здесь будет располагаться детско-юношеская спортивная школа имени Соколова. Юные боксеры получат специальный зал для тренировок. Помимо этого в ФОКе будет работать бассейн, тренажерный и фитнес-залы. «Проект этого спортивного комплекса типовой, поэтому таких комплексов в республике построено уже несколько. Это в Козловке построен комплекс, в Цивильске подобный комплекс. Мы неоднократно выезжали вместе с будущим директором школы, смотрели, изучали не только опыт строительства, но и опыт эксплуатации этого комплекса. Мы взяли и опыт строительства физкультурно-спортивного комплекса «Спартак», который тоже при монтаже оборудования, которого тоже были как бы определенные проблемы, но которые решались, естественно, в ходе потом, и устранялись в ходе эксплуатации. И мы надеемся, что те ошибки, ну, может быть, не ошибки, а те недостатки, которые у нас были, мы постараемся их избежать здесь, на этом объекте. Также жители Новоюжного района столицы совсем скоро получат еще один многофункциональный спортивный центр и еще одну возможность вести здоровый образ жизни. Марина Рябцева, Александр Петров, Республика. Подготовка к командному чемпионату Европы 2015 года, который пройдет в городе Чебоксара, идет полным ходом. Безусловно, ни одно столь масштабное мероприятие не обходится без волонтеров. Организаторы рассмотрели около тысячи заявок от активистов добровольческого движения и отобрали достойных. Два дня в режиме нон-стоп. Именно это ожидает волонтеров на командном чемпионате Европы. Ведь пока все будут наблюдать за зрелищными выступлениями легкоатлетов и переживать за своих любимцев, они будут обслуживать гостей, работать со зрителями, участвовать в церемониях открытия и закрытия. Такой напряженный распорядок дня сумеет выдержать не каждый. Вот и отобрали надежных и выносливых. В первую очередь мы обращали внимание на желание, то есть на мотивацию. Вообще три пункта было. Это уровень английского языка, это мотивация и опыт работы. Мотивация у всех заоблачная. Все хотят, все готовы, все хотят стать частичкой истории, принять участие в этом грандиозном мероприятии. А с английским, конечно, было сложнее. Общая квота волонтеров по 13 направлениям составляет 350 человек. Все они уже отобраны, причем 30 из них добровольцы с близлежащих регионов. Но большинство, конечно же, это жители города Чебоксары. Пришла туда, потому что это дает такие эмоции, которые не может не дать никто. Это дает заряд на всю жизнь, дает новые знакомства, делает жизнь более, ну, молодежную жизнь, более красочной, яркой и запоминающейся надолго. Но до начала командного чемпионата Европы волонтеров ждут еще тестовые мероприятия, где они должны себя проявить. Это городские флэш-мобы, фестивали, ГТО, чемпионат России по многоборью. Так что в ближайшие месяцы активистов ожидает насыщенная спортивная жизнь и участие в событии, которое войдет в историю международного спорта. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаммедов, Республика. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы Республика. Я Ольга Паносова прощаюсь, а вы еще узнаете, как отмечает свой юбилей Чебоксарская детская школа искусств номер 4. В свои двери четвертая школа искусств раскрыла перед учениками еще в 1985 году. Правда, лишь как музыкальная. Сейчас же Центр эстетического воспитания специализируется в семи направлениях искусства. Хор, вокал, хореография, игра на фортепиано, народных инструментах, а также есть художественное и эстетическое отделение. Мы, коллектив Чебоксарской детской школы искусств, конечно, стремимся, чтобы качество образования было высоким, и наши результаты наших учеников говорят об этом. Сегодня ученики детской школы искусств номер 4, лауреаты городских, республиканских, всероссийских, международных конкурсов. Это радует. Школа растет, процветает. В 2004 году обучения наш замечательный директор Наталья Вячеславовна Курнева, она мне, она меня, можно сказать, направила на дальнейший путь. Она сказала, что мне нужно идти дальше, развиваться в плане вокала. И благодаря ей я сейчас учусь в Институте культуры на вокальном отделении уже третий курс. И также в этом году я начала работать в театре оперы и балета. Четвертая школа искусств одна из первых начала работу со слабовидящими детьми. Причем некоторые из них после выпуска продолжают обучение в московских и санкт-петербургских вузах. И все это благодаря качественному подходу со стороны педагогов. Поэтому слова, звучавшие в адрес школы-именинницы, объективная оценка ее деятельности. Надо отметить, что эта школа является жемчужиной нашей республики. Безусловно, это крепкий педагогический коллектив. Коллектив, который настроен на творческую деятельность. Педагоги этого учреждения являются постоянными участниками конкурсов педагогического мастерства. Добиваются определенных успехов. Желаю работникам и педагогам, педагогам и ребятам достигать новых и новых успехов и радовать, удивлять зрителей своим творчеством. Праздник ко дню юбилея любимой школы сотрудники вместе с учениками подготовили масштабный, где каждый сумел получить частичку вдохновения для дальнейшего творчества. Редактор субтитров А.Семкин